Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. О том, что за время своего президентства Путин превратил Россию в страну, где показуха намного важнее совести и человечности, мы говорили не раз. И с каждым днём это утверждение обрастает таким количеством неоспоримых фактов, что даже самым фанатичным ура-патриотам сложно придумывать отмазки. Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Есть погибшие. Это Одесса. За день до светлого праздника Пасхи. Люди жили тихо, спокойно, готовились к Пасхе. Это не люди, не люди. Праздника, которого так ждут миллионы якобы скрепных и православных граждан России. Они идут в храмы, держат свечки, крестятся. Это же делает и военно-политическое руководство страны. Среди сотен верующих, пришедших на праздничное богослужение в храм, президент России Владимир Путин. И ты смотришь на того же Путина со свечкой и думаешь, ну вот как? Неужели даже капли совести там не осталось? Он стоит и с видом праведника молится Богу, бормочет молитвы тем же ртом, которым только вчера отдавал приказы убивать детей в Одессе. Погибли восемь человек, среди них младенец. Да-да, детей. Например, вот эту трехмесячную девочку и ее маму. Посмотрите на эти фотографии. Россияне. Нет больше этой семьи. Победили вы их, деноцифицировали и эту кроху своим, типа, высокоточным оружием. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы. Погибла мама, бабушка и трехмесячная девочка. Причем они же еще и отвераться вздумали, мол, Россия по дому не стреляла, а люди погибли из-за обломков ракеты, которую якобы сбило ПВО. Взрыв и возгорание многоэтажки в Одессе вызвано падением обломком сбитой крылатой ракеты и зенитной ракеты украинских ПВО. И так и хочется сказать, вот на кого это рассчитано? Ведь 21 век на дворе и времена Советского Союза с двумя телеканалами в далеком прошлом. Сейчас каждый может открыть тот же Ютуб и посмотреть прилет калибра в дом. А ура, патриотическая публика еще и радовалась, чепчики в воздух бросала. У них, чтобы вы знали, это калибровка называется. Сегодня калибровка проходит особенно активно. Конечно же, ни слова об убийстве мамы с дочкой не сказала и официальный представитель Минобороны РФ. Но это тот классический лгун, с подачи которого пропагандисты неделю кричали о выжившем экипаже крейсера «Москва». Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Весь абсолютный экипаж, а это порядка 500 человек, эвакуировано. А потом вдруг оказалось, что минимум 28 человек погибло. И в их числе много срочников. В Министерстве обороны сообщили последние данные о пожаре на крейсере «Москва». Один моряк погиб, 27 пропали без вести. Ну что, россияне, нравится вам жить в мире фейков и беспринципной лжи? Когда в реальности дом калибром расстреливают, а вам в это время о двух тысячах уничтоженных танков Украины сказки рассказывают. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено. 2554 танка и других боевых бронированных машин. Вы понимаете, что это же даже не смешно. Какие две тысячи танков у ВСУ и половины этой цифры никогда не было. А Скобеева еще совсем недавно вот такие цифры показывала. Посмотрите, пожалуйста, ВСУ, ДНР. Ну, по всем позициям, по многим позициям у ДНР преимущество. Ну же, какие будут отмазки на этот раз? Возможно, признаете, наконец, очевидное, что параллельно с убийствами мирных граждан вас кормят фейковыми победами. Но как только по разным причинам немного начинает подгорать в самой России, на федеральных каналах разгорается форменная истерика. Они уже в Тагодрок стреляли. Чего мы удивляемся? Точка у не долетела. До Ростова будут стоять, до Воронежа, куда угодно. Они будут стараться попасть по всем нашим мирным дамам. Давно старались и давно хотят. Украина официально стала странной спонсором терроризма. Хотя, как ни крути, у жителей России по всем законам логики не должно быть претензий от слова «совсем». Ведь одно из главных достижений ВСУ – это уничтожение такого, знаете, психологического мифа. Мол, никто не осмелится бомбить территорию России. А тут вдруг оказывается, что можно. И хваленое ПВО даже Брянск в 150 километрах от границы защитить не может. Вот почему так корежат пропагандистов. Вот почему они каждые пять минут изрыгают новые угрозы. То мосты через Днепр они бомбить хотят. Много звучит мнение в отношении мостов через Днепр. Я вообще-то считаю, что их нужно уничтожать. Четыре мостика через Днепр уже приказали долго жить. Сейчас мы, безусловно, начнем перерезать эти артерии. Да кричат, что вот теперь-то будут воевать по-настоящему. Это джентльменский способ ведения борьбы, войны. Возможно, нам уже надо переходить к специальным методам ведения войны. Время, я думаю, настало. А до этого вы типа не по-настоящему воевали? Напомнить ковровые бомбардировки Харькова, Чернигова. Показать, что вы сделали с Мариуполем. Причем сейчас очень на ходу коллажи, где одни и те же места сняты до прихода русских фашистов и после них. Посмотрите вот сами. Ай да освободители. Это очень наглядно. Все такие фотографии разлетаются через соцсети просто с космической скоростью, выставляя Россию по всему миру совсем не в лучшем свете. Причем в Кремле, похоже, это отлично понимают. Посмотрите вот как в том же Волгограде во время ротации встречают карателей, вернувшихся из Украины. Сотрудники ОМОНа, которые выполняли особое задание в рамках специальной операции на территории Украины, вернулись домой. Десятки семей воссоединились. В Волгограде их встречали торжественно с оркестром и почестями. Все до одного в балаклавах, чтоб лиц не было видно. А че такое, господа хорошие? Они ж типа с фашизмом борются, Украину освобождают. Зачем же тогда лица скрывать? Наоборот, показывайте везде. Или стыдно? Да, конечно, стыдно. Причем настолько стыдно, что пропагандистам спустили темник срочно сделать ответный материал по коллажам из Волновахии и Мариуполя. Восемь лет идет война. Восемь лет убивают русских людей. Практически каждый день. Украинацисты обстреливали города Донбасса. Мол, подумаешь, российские войска стерли города и поселки с лица земли. Зато вон, какой Донецк до Украины был и какой после нее стал. Мы, когда увидели подобное творчество, мягко говоря, удивились. Понимаете, в чем дело? Тут ребят соврали. Ну вот вообще во всем. И начинать можно с самого очевидного. И Донбасс-арен, и суперсовременный аэропорт имени Прокофьева, и Путиловский мост. Все это было построено украинцами и за деньги украинцев. То есть здесь, ровно как и в Мариуполе, мы, украинцы, построили. А пришли россияне с оружием и разрушили все. В Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. Город разрушен почти на 90%. Или напомнить вам, что аэропорта в Донецке не стало после того, как кадыровцы и русский спецназ под руководством нынешнего депутата Госдумы Бородая решили захватить стратегический объект. А потом вся эта ГОП-компания отгребла. И принялась два терминала артиллерии расстреливать. Градами, гаубицами, танками, прямой наводкой. Вот вам видео с башней для освежения памяти. То есть, какими циниками нужно быть, чтобы после такого вывешивать фотографии, мол, смотрите, что натворила Украина. Но не все же вокруг тупые. И многие, сохранившие здравость мышления, могут эти фейки легко разобрать. Вот это, например, уже не аэропорт, а дворец спорта «Дружба» в Донецке. Ужас просто, что украинские фашисты с городом сделали. Ну а теперь скоростное разоблачение. Находится дворец спорта в Калининском районе Донецка, где войны не было вообще. 26 мая 2014 года туда вошли боевики ДНР, чтобы разграбить технику и деньги хоккейного клуба «Донбасс», о чем сразу сообщили в пресс-службе. Вооруженные люди ворвались в арену «Дружба». Связали охрану, вынесли оргтехнику, плазменные экраны, средства связи, сейф, который находился в фан-магазине. Угнали служебные автомобили. Ну а чтобы скрыть следы мародерства, которое в Донецке тогда было обычным явлением, «Дружбу» подожгли. Совершили поджог спортсооружения со стороны сектора 9, где находится президентская ложа. И теперь просто вешают свой вандализм на Украину. Ровно так же, кстати, как и в истории с Донбасс-ареной. Мол, вон, какой она раньше крутецкой была и какой невзрачной стала. Стоит ли говорить, что виной всему не обстрелы? Потому что когда стадион реально обстреливают, вот как в том же Чернигове, он выглядит вот так. Продолжают разбирать завалы стадиона имени Гагарина. Его российские оккупанты бомбили три дня подряд в начале марта. А теперь просто сравните это с Донбасс-ареной, и сразу станет понятно, где реально бомбили. А где после прихода русского мира суперсовременный стадион просто стал никому не нужен? Футбола в русском мире нет и не будет, а для концертов, списанных колхозниц, ну типа Чечериной, хватит и площади Ленина. Да-да, площади Ленина, которую Украина так сильно бомбила, что там все восемь лет работают рестораны, проходят концерты, и без всякого страха выступает тот же Пушилин. Ну же, россияне, да как же ж так? Ведь сейчас в Кремле свои преступления оправдывают тем, что Донбасс восемь лет бомбили. Ага, бомбили. Так бомбили, что теперь приходится изощряться, чтобы результаты своего мародерства в качестве доказательств против Украины выставлять. Но бог не Тимошка, видит немножко. Это, кстати, российская поговорка, а потому нет сомнений, что пройдет не так много времени, и самые активные крикуны сейчас будут в слезах рассказывать, мол, их обманули, дезинформировали. И не потому, что нам так хочется, просто история циклична. А у всех режимов, подобных путинскому, сейчас до боли похожий незавидный финал. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Продолжение следует... Продолжение следует...